здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться февраль дела садовые вторая серия и конечно же все это будет про рассаду приятного вам просмотра а какой же мой уход на этапе только посеяла да конечно же ежедневный осмотр ежедневный позавтракала и бегом смотреть каждый контейнер внимательно конденсат снимаю вот не снять не только здесь где пленка да это закрыта у меня земляника и сельдерей корневой а так я снимаю крышку и протираю салфеткой снимаю вот этот лишний конденсат для того чтобы не было заболоченности открываю крышки обязательно проверяю это нужно сделать для того чтобы не проворонить маленький росток смотрите первый росток пошел гвоздика шаба на четвертый день а вот 2 вижу вот 3 4 5 и это означает что всхожесть у гвоздики шаба в этот раз просто великолепная в отличие от прошлого года немедленно снимаю крышку и отправляю уже не из рассадника здесь рассадник да такое тепленькое место если вы в квартире то на подоконник на свет божий а также я проверяю влажность ткани в которой замочены семена у меня лаванда для того чтобы снять эфирные масла в этом году в теплице я тестирую новую фитолампу не та которая светит привычным нам цветом такого марганцева или розового цвета а которая светит более похожим на дневные на дневной такой очень яркий свет я взяла на вагу перес герман свет фитолампу 60 сантиметров она освещает такое пространство метр двадцать может конечно намного больше но вот прямо яркая такое хорошее освещение приблизительно метр двадцать светодиоды у нее samsung сама она изготовлена в россии называется она вот так производитель говорит что она будет работать 24 на 7 в течение 10 лет смотрите телефон даже оставлен это очень хороший знак потому что когда можно в компанию фирму vp позвоните и люди отвечают за качество это очень хорошо результаты мне очень нравится растение развиваются хорошо прекрасно им все нравится и мне тоже глазам просто прекрасно в общем все у нас сложилось с этой лампой я думаю что мы с ней надолго могу вам еще тоже рекомендовать по ссылочке зайдете посмотрите может и вам такая подойдет все растения в теплице я поливаю только теплой и отстойной водой конечно капельно если это совсем еще малышеньки до в поддон если это вот такие всходы как например земляника или сельдерей корневой до черешковый можно поливать уже излейки поверх если растения уже выросли и больше уже похоже не на малышей а вот на таких подростков такие конечно же уже спокойно принимают и душ но вот такие растения которые замкнули свои листики нужно пикировать этим я сегодня и займусь в теплице не должен застаиваться воздух поэтому периодически хотя бы раз в день на час я включаю вентилятор проветривается теплица самостоятельно как только поднимается температура выше положенной выше положено это выше 25 в этом году я буду использовать грунт профессиональный аграбалт с это самая мелкая фракция я взяла которую можно набивать в том числе и в кассеты вот такие брикеты прессованные 250 литров я купила их в оптовой агрофирме вот так он выглядит я добавила туда немного перлита вот такие беленькие комочки да но даже не думаю что это уж прямо так и важно потому что сам грунт напоминает мою землю в природном земледелии она такая же вот просто органика рыхлая и думаю что здесь так как раз корни будут развиваться прекрасно она и без того воздуха и влагопроницаема возможно даже и перлит сюда не нужен я приготовила свежий раствор фитоспорина маточный готовится он согласно инструкции паста бывает разная бывает 200 бывает 400 грамм на упаковке все написано как готовить маточный иногда фитоспорин продается без гумата не коричневая просто вот такие хлопья да вот а этот все-таки с гуматом и он получается такой темный темный я перекладываю эту пасту в бутылку из-под воды очень удобно когда есть крышечка вот такая дозировать удобно не приливается фитоспорин хранится он у меня один год главное чтобы доступа кислорода не было тогда маточный раствор будет у вас хранится один год у меня получается такая неполная чайная ложка на 5 литров воды чтобы получилась вот такая крепость очень слабенького чая и это хорошо лучше меньше чем больше и если у вас остались остатки фитоспорина то не нужно поливать ими все что у вас осталось доме цветы думая что ну хуже не будет хуже будет не нужно излишки фитоспорина это плохо для пикировки я приготовила емкости куда будут пикировать маленькие растения в более маленькие горшочки смотрите какая прелесть у нас здесь златоглазка милое создание она питается третий это очень полезное насекомое для маленьких растений видите вот здесь с этой стороночки были маленькие у меня дракончики будут маленькие горшочки распикированы вот эти которые по мощнее побольше они будут распикированы в горшочки побольше перед пикировкой приблизительно с вечера я поливаю чтобы завтра хорошо распикировать растения если не успели ничего страшного хотя бы за 2 часа пролить хорошо растение. 2 часа пролить хорошо растение. Только вновь поступающую землю. Один раз. Все остальные поливы только теплой и отстоянной водой. Не забываем, пожалуйста, что держим их во влажном состоянии. Но ни в коем случае не в болоте. Переувлажнение вообще ни к чему. Как только мои колиусы подрастут на 6 листьев вверх, верхушки я им прищипну. Эти верхушки я укореню в маленькие стаканчики, а прищипнутые растения дадут боковые побеги и станут очень пышным кустиком. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь главный очень момент. Все, что вы распакировали, например, цветы, томаты, перцы, все что угодно, нужно притенить на пару дней. То есть сделать так, чтобы растения не попали под прямые солнечные лучи, которые вообще возможны внезапно и в феврале, и в марте. И это нужно сделать для того, чтобы растение у вас не обожгло. Они еще пока не схватились за землю корнями и не могут правильно всасывать воду и регулировать свою температуру. Поэтому им нужно немножко помочь. Просто притенить на пару дней. Конец февраля я продолжаю сеять перцы. Для этого я беру контейнер, внизу дренажное отверстие, насыпаю грунт плодородный, обрабатываю его раствором фитоспоринчика, делаю вот такие вот борозды в контейнере, просто роняю маркер и, значит, такие вот делаю бороздочки. И раскладываю в них семена. Засыпаю семена, значит, грунтом на 1 см, разравниваю, слегка-слегка немножечко уплотняю, просто дотрагиваясь. Это я делаю для того, чтобы семечко, когда росток идет из семечка, чтобы почесался об землю и скинул всю шкурочку, чтобы не висела на оболочке от семечка. Все полила, закрываю крышкой, в теплое место ставлю для прорастания. Если все хорошо, если перцы схожие, всхожесть у них хорошая, то прорастают они буквально в течение пяти дней вот такой вот дружной щеточкой. И, конечно же, как только я вижу один росточек, самый первый я открываю контейнер, чтобы они не запаниковали и не вытянулись там в темноте. Им душно, воздуха нет, и они паникуют. И теперь такое растение растет на воздухе, на открытом, все с подсветкой, конечно же, февраль обязательно. И только поливы. Пока только контроль за поливами. Никакие удобрения не нужны. Все вот эти, значит, наши желания их подкормить приводят только к худшим последствиям. Мы обжигаем корневую систему, мы даем им то, чего они не могут сработать. Они начинают заболевать, желтеть, увядать и прочее. Ничего им пока не нужно на этом этапе, кроме воды. Выбирая сорта перца в магазине, мы всегда стремимся, чтобы стенка была прямо такая гигантская, чтобы не меньше, чем сантиметр. На самом деле, мы с вами покупаем в магазине перцы зимой, да, стенка там 0,5. И это хороший показатель. Перец сочный, сладкий. Вон, как Дуся нам тот, что показывает. Советский цирк приехал выступать, да? Маленькая. Сейчас вкусняшечку дам. И это не показатель, стенка сантиметр. 0,5 уже очень сочный, очень сладкий и прекрасный перец. Точно таким же способом посеяны баклажаны. И вот, пожалуйста, так выглядят сходы. Они очень похожи на перцы. Единственное отличие, семидолька, сам листик немножко округлый, чуть-чуть кругленький, круглее, чем у перца. Конец февраля я посею тайдалы. В серии номер один кто-то справедливо заметил, что я сеяла не тайдалы и был совершенно прав. Я просто приготовила серию изи. Рядом лежали тайдалы, и я назвала их тайдалами. В прошлой серии я посеяла ампельные вот такие красивые петунии. А в этот раз я сею тайдалы. И сею абсолютно так же, как петунии. Значит, готовлю лоточек. Внизу дренажные отверстия. Я всегда отрезаю их вот так вот таким вот образом, чтобы никакой комочек земли не смог забить это отверстие. Я насыпаю землю приблизительно 3 или 4 сантиметра. Проливаю раствором фитоспорина. Крепость не сильная, потому что сильная крепость может усугубить наши результаты. Поэтому не как бы не переусердствуем. И теперь я, собственно говоря, сею сами семена. Я вот таким старым маркером намечаю посадочные места. Делаю вот такие небольшие углубления. После того, как уже, значит, пролила фитоспорином. Находятся петунии и тайдалы. В общем, все такое очень дорогое. Как правило, это всегда 5 семечек. Находятся вот в такой капсуле. Капсулу я вскрываю и, значит, высыпаю эти семечки. Они находятся в глазури. Эта глазурь хорошо растворяется, но я ее все равно дополнительно немножко взбрызгиваю фитоспоринчиком. С помощью зубочистки подцепляю. Зубочистку тоже смочила в фитоспорине. Подцепляю и ставлю на место вот в эту луночку, которую приготовила с помощью маркера. Хорошо. Зато они равномерно находятся здесь, равномерно всходят. Все, поставила на место. Теперь, чтобы сбрызнуть глазурь немножко, я вот так из пуляризатора тоже фитоспорином их сбрызнула совсем чуть-чуть. Болото не разводим ни в коем случае, потому что в болоте семена просто-напросто сгинут. И теперь я подписала на такой вот липучке циннике, что такое я посадила, какого числа я это сделала. Я закрываю крышкой, делаю парниковые условия. И теперь в теплом месте они у меня будут прорастать на свету, потому что семена посеяны поверх земли. Сегодня я пикирую цинерарию гибридную. Набила грунтом горшочек 0,5. Цинерария мощное растение. И очень быстро растет, поэтому сразу же 0,5. Вот так развожу в две стороны грунт и подцепляю с хорошей корневой системой, с корешочком, подцепляю цинерарию, ставлю ее на посадочное место корешками. Так слегка подбиваю под нее земельку и чуть-чуть присаживаю, слегка совсем, но стараюсь сделать так, чтобы не заглубить точку роста. Видите, точка роста разворачиваются, молодые листики. Вот ее я и не заглубляю. Все распикировано. Бакопу пикирую. Вот ее немножечко, видите, здесь уже петунии сомкнулись и начали друг другу все мешать. И в том числе прикрыли у меня и бакопу розовую. Я ее подцепляю, как лопаточкой подцепляю и вытаскиваю ее вот так, с корневой системой. Обратите внимание, у нее вырастает целый пучок из одной капсулы, потому что в капсуле несколько семян находится. И именно вот таким же образом, прямо пучком, я и буду ее оставлять. То есть одна капсула будет в одном кашпо. Сейчас я помещаю ее в кашпо 200 мл. Как только она заполнит полностью все корнями, я ее перевалочкой перевалю уже в следующий объем. Например, в 1 литр. В конечном итоге вот такая вот кочка бакопы будет занимать приблизительно 4-5 литров и полностью станет шапкой для этого объема. Фитоспорином обработала биофунгицид против грибных и прочих патогенов. Пикировать петунию я буду в кассеты. Для начала я их набиваю. Ничего сверхъестественного, никакого уплотнения я не делаю. Все, набила, постукала. Сейчас выровняю себе площадочку. Теперь я проделываю вот такое вот бурю, маленькое отверстие, чтобы поставить сюда питонию. Смотрите, значит, я подписала, что это бургундия махровая. И здесь у меня идут бургундия махровая, вот этот целый ряд. И именно, значит, чтобы ничего не перепутать, я и буду брать прямо поштучно. Беру, подцепляю питонию, вытаскиваю. Вытащилось две, ничего страшного. Ставлю на место. Немножко, да, земелькой присыпала. Чуть-чуть слегка, чтобы она не шаталась ни в коем случае. И все поставила на место. У меня никакого, вот у этой, видите, один корешочек остался. Земля вся съехала с него. И это ничего страшного нет. Питонии очень хорошо переносят пикировку. И эту тоже переживет вполне себе нормально. Так. Забираем. Две штучки у меня досталось одновременно. Я беру, ставлю одну, присаживаю ее немножечко. Раз и чуть-чуть, только слегка. Только ни в коем случае ничего не асфортируем. Это очень распространенная ошибка. Сделать такое давление, чтобы там прямо все спрессовать, понимаете. Развиваться корням негде. И там же плотно становится. Вот. Просто чуть-чуть и слегка. Земля вновь поступившая. Конечно же, фитоспорин. Все уши прожужжала. Но на самом деле фитоспорин, конечно, очень сильно спасает положение. То есть мне не нужно думать о каких-то тут болезнях. Я просто делаю профилактические действия. Все распикированы. Теперь мой уход только заключается в контроле за поливом. Сейчас я первый раз их поливаю фитоспорином. В дальнейшем только теплой, отстойной водой. Никакого переувлажнения допускать не нужно. Необходимо поливать только по мере надобности, как подсыхает контейнер. Когда растения мои подрастут на высоту 10 сантиметров, я прищипну им верхушки. Верхушки укореню. Вот в такие маленькие стаканчики. А прищипка сделает так, что спровоцируется рост боковых побегов. И наши питонии станут очень густыми, пышными. И будут очень обильно цвести. Если семена черного цвета нужно разложить по земле и не получается, а снега нет под рукой, то можно на поверхность земли положить туалетную бумагу и смочить ее фитоспорином и сеять уже по бумаге. По бумаге будет видно семена хорошо. Более-менее равномерно получается. И теперь уже прям по поверхности туалетной бумаги и по семенам засыпаю равномерно семена. Я сейчас равномерно засыплю, вот так разровняю земельку и немножечко уплотняю, чуть-чуть, слегка, чтобы семена могли, прорываясь сквозь землю, очиститься от чешуйки. Все. Сразу видно, как равномерно мы распределили. И фитоспорин. Фитоспорин у нас биофунгицид. Он предотвращает всякие неприятности с растениями. Поливать много не нужно. Нужно только слегка увлажнять. Закрываем крышкой и относим в тепленькое место для прорастания. Семена, которые прорастают под землей, можно проращивать в темноте. Семена, которые на поверхности земли мы сеем, они прорастают на свету. А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok